Активизация вербовщиков экстремистских групп в информационном пространстве бросает нам вызовы для формирования жизненных навыков, а также эффективных методов для борьбы с радикальной идеологией и пропагандой. За последние пять лет радикальные лидеры, пропагандисты, полевые командиры и вербовщики увеличивают обращение к аудитории, создавая огромное количество информационного и медиа-контента. Подобные материалы включают в себя полемику с местными, умеренными голосами, экспертами и акторами на наиболее актуальные локальные и глобальные темы, которые зачастую, к сожалению, заканчиваются не в нашу пользу. Анализ медиа-стратегий выявил ряд типичных ошибок и стереотипов в работе журналистов. Отсутствие или недостаточность специальной информации, знаний и навыков в работе СМИ является одним из основных факторов, повышающих уязвимость к восприятию радикальной пропаганды. Руководствуясь принципом «предупрежден, значит вооружен», я расскажу вам о том, каких ошибок следует избегать при освещении радикальной пропаганды и контрпропаганды. Первое. Не думать, что существуют некие группы риска или же устойчивые группы к радикальной пропаганде. Анализ реальных кейсов показывает, что потенциально любой человек может быть подвержен радикализации и вербовке, даже вы. Второе. Не формировать в медиапространстве контрнарративы. Часто они наоборот усугубляют радикализацию. Рекомендуется создавать альтернативные и позитивные нарративы. Третье. Не использовать термины и определения, а также символику и атрибутику, используемые лидерами и адептами запрещенных организаций. В каком бы контексте не использовать радикальная терминология, специфический язык, символика и атрибутика, она остается в подсознании медиапотребителя и становится для него знакомой и близкой. Рекомендуется использовать официальную или нейтральную терминологию. Четвертое. Не вступать в полемику по поводу выступлений и роликов от запрещенных организаций. Это может способствовать привлечению внимания медиапользователей к их идеям и продвижению радикальной пропаганды. Пятое. Не героизировать и не демонизировать лидеров запрещенных организаций и экстремистов. Исходя из того, что у медиапотребителя может сформироваться симпатия к хорошему, плохому парню, рекомендуется акцентировать внимание на осуждении деструктивных призывов и действий, а не личности радикалов и экстремистов.